Очередной факт жестокого обращения с животными произошел под Тверю. В деревне Никулин нашли брошенного алабая с очень глубокой запущенной раной на шее. Неравнодушные люди и зоозащитники благотворительного фонда Love Animals оказали собаке всю необходимую помощь и буквально спасли жизнь. Сейчас пес находится в Тверском приюте для безназорных животных. Ирина Синягина узнала, как сегодня себя чувствует настрадавшийся Джуна. Несколько дней назад социальные сети были переполнены постами, оброшенным алабая в деревне Никулино. Худая и изможденная собака лежала на дороге. На снятых сострадательными людьми кадрах видна открытая глубокая рана на шее. Похоже, что сдавливавшая шею собаки веревка буквально вросла в животное. Неравнодушные тверичане подкармливали пса, но он терял силы. На шее был ошейник, веревка. Сейчас глубокая рана гноится, сильный запах. Местная жительница говорит, что есть у него тут хозяин, но он им не нужен. Жалко очень. Покормили, но взять к себе не могу, к сожалению. Волонтеры начали бить тревогу. Собаку отловили и отвезли в городскую ветеринарную поликлинику. Со слов других волонтеров, что они не знали эту собачку. Но хозяева содержали в таких условиях, что у нее в шею вросла веревка вместе с какой-то проволокой практически до гортани. Если бы еще чуть-чуть, была бы задета гортань. В ветклинике Алабаю сделали операцию, почистили и зашили рану. После чего Джуну отправили в приют. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники приюта Love Animals оказывают всю необходимую помощь собаке. Ежедневно обрабатывают рану и делают уколы. Медикаментами помогают неравнодушные люди. Они привозят в приют все необходимое для Джуны. Дальнейшая реабилитация также требует средств. И руководство приюта очень надеется на помощь тверичан. Подобные случаи вызывают массу разных чувств. Это и справедливое возмущение, и сострадание. И вопросы, как вообще такое может происходить в нашем обществе. Вроде бы мы все росли в русской литературе, советских фильмах добрых. Все там читали «Каштанку», смотрели «Белого Бима». И непонятно, из кого вообще такие вырастают люди, которые такое допускают и равнодушно созерцают мучения наших четвероногих спутников. Мир не без добрых людей, то есть есть люди такие, ну, настоящие подвижники, как президент фонда Love Animals Ольга Юрьевна Рябова, ее команда, которые, ну, фактически скупают их грехи. Помните, как говорил Чехов, что хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой? Ну, вот, наверное, тот случай, когда одни допускают вот такое, творят зло, а другие неустанно, ценой больших усилий, творят добро. Это все очень непросто. Ну, таким людям, хочется сказать, просто низкий поклон, огромное спасибо. Сейчас собака идет на поправку, у нее хороший аппетит, кушает 3-4 раза в день, уже играет. Через пару дней сотрудники приюта впервые после операции выведут ее на прогулку. Мы хотим разобраться в данной ситуации, хотим обратиться к правоохранительным органам, чтобы данную ситуацию они держали под контролем и наказали владельцев по всей строгости закона. А еще, конечно, во всей этой истории явно прослеживается нарушение закона, а именно факт жестокого обращения с животным. Будем считать, что наш сюжет является официальным свидетельством и запросом для правоохранительных органов, которые проведут проверку по изложенным нами фактам, выявят виновных и применят к ним заслуженное наказание. До свидания.